В этом году коммунальщики заявили, что на киевских пляжах отныне Реформируем сейчас ту структуру, которая сейчас есть по европейским, по международным стандартам Как сражаются с мусором и грязью на киевских пляжах на камеру и для обычных пляжников Мы чьи-то вырубаем с ней? Мы обычные мусорные, мы обычные композиции И какие сюрпризы можно найти в Пучине Днепра? Опа! А вот, по-моему, и часть мафа Открытие сезона на носу И коммунальщики показательно очищают берега Днепра Я решил посмотреть, как это происходит и отправился на один из столичных пляжей Там меня встречают водолазы Именно эти ребята следят за чистотой дна в Днепре А что обычного чаще всего попадается? Ну, какие люди бросают, такие есть Гетьманское золото, палатки Торговые палатки, да, стоят в некоторых местах Прям палатки на дне Тележки, лестницы, бывают лестницы такие Как трапы от кораблей, только огромные Идешь, идешь, и получается перед тобой огромная лестница вверх Боже, никогда бы не подумал, что на дне Днепра Чуть ли не целая Атлантида Сейчас у ребят очередное погружение на дно Костюм неопреновый То есть водолазный нож с блокировкой Компенсатор плавучести, регулятор, баллон А нож для чего? Нож для безопасности, так как можно, есть возможность запутаться Ага И не выбраться Ну вы нам что-нибудь достанете со дна? Конечно Примесите что-нибудь интересное? Проходит 15 минут и первый улов Ну что там нашли? Ух ты! Опа А вот по-моему и часть мафа А это зонтик, да? Обалдеть, слушайте А это видно сдуло с берега, понимаете? Ну кто-то из ныряющих потерял Бывает такое, опасно Прям маску и зону Да, а еще бывает Не дай бог вот так вот можно и еще Да, это очень опасно А еще бывают, знаете, коряги какие-то, топляки сюда подводят Я в шоке И такие находки на дне Днепра всего в пару метрах от берега Стабильность Пока водолазы продолжают свои погружения Иду на тренировку спасателям Их подготовкой к сезону занимается инструктор, который проходил стажировку в Майами-Бич Реформируем сейчас ту структуру, которая сейчас есть По европейским, по международным стандартам Планируем обучать ребят Все очень стараются, всем очень нравится Скоро выйдем в форму Наша цель, чтобы в этом году на пляже Киева не утонул ни один человек во время пляжного сезона Это наша цель, мы будем за нее держаться В прошлом году утонуло три Классная амбициозная цель Неужели у нас появятся свои спасатели Малибу? Раньше использовались такие круги Почему они неэффективны? Потому что их, видите, посмотрите, их далеко кинуть нельзя С ним плыть тоже неудобно Очень большое сопротивление воды Спасатели будут работать вот с такими тубами Такими же, как в знаменитом сериале А также с вот такими агрегатами Она споролоновая Но смотрите Если вдруг вы находитесь без сознания Я к вам подплываю Я вас просто беру и окутываю Раз И вы уже никуда не уплывете Тем временем я заметил, что неподалеку сам директор коммунального предприятия Дает спасательной службе Мастер-класс Как правильно кидать в воду Конец Александрова Это такой тонкий трос из полипропилена Который спасатели бросают в воду утопающему Ну вот это вот на... Сколько это? На 3 с плюсом или на 4 с минусом? Может и меня научите? Нет, стоп, в левую руку Отдели Вот это взяли в руку Так Это мы держим, не отпускаем Не отпускаем, понял Вот это мы бросаем Вот это мы бросаем Ну, на самом деле не так уж и сложно Надеюсь, пляжи к сезону вы готовите так же, как и конец Александрова Бросаете Купили современные реактивы Это технология Калилерт-18 Она широко распространена во всем мире в Украине Вот в Киеве будет премьера И это позволит нам более качественно оценивать текущее состояние воды На словах-то оно хорошо Но моя коллега Оля Манько поехала убедиться лично, как работники коммунального предприятия относятся к уборке пляжей Но не на камеру Оль, ты как там? И как тебе сказать, не встила подойти, чтобы запропоновать допомогу с прибиранием? Как мне, несамовитый душ мало с головы до них не облив хлоркою Я просто в шоці И так щодень Не дивно, что на киевских пляжах сміття іноді больше, чем піску Чотири люди голими руками фізично не встагають пробирати 16 гектарів земли за дві години Скільки часу ви має уборку? С годином дві? Смотря на то, что меньше людей нет Меньше, когда сезон Какой-то так вот Два-два-два-два О, а там на кем-то вот эти бички все выгребают или нет? Два-два-два-два-два-два умеют Два-два-два-два, которые Но на камеру, когда их много Н-но, они так вот в метайле-квох вот Что творится, глянь. Цигарки, какие-то папирцы, все, что хочешь, сорвать. Как тут пробираются люди, как? Это же надеял. Весь какие тут бочки. Что до самого озера, то единою инновацією тут стали буйки. Ну, пробирали тут однозначно, але сміття на 98 веки просто так отберуть пока. Да. Я тем временем на одном из пляжей засек санэпидемстанцию. Те показательно берут питьевую воду из фонтанчика на экспертизу. А что это за предметы? Это вы сейчас мазки делаете или что это такое? Нет, это квач для того, чтобы просто опалить, продезинфицировать, чтобы убрать, если там есть какие-то бактерии. Дальше на катере плывем за образцами воды из Днепра с помощью этого прибора. Спускаем на воду наш агрегат, который называется ботометр. Тяжелая штука. Слушайте, такой вообще не как нормальный такой улов. А что, он протекает? Нет, все нормально, вот. Дальше вода отправляется в лабораторию. И если результаты анализа покажут наличие лептоспироза или кишечной палочки, то эту зону для купания могут закрыть. Итого. Сказать, что коммунальщики ничего не делают я не могу. Дно убирают, спасателей подготавливают, новой технологией по уровню чистоты воды обзавелись. Но песок до сих пор грязный, а души стоило бы починить. Что за паразит завився в полуниці, яку вы купуете на рынку, не пропустите уже за кілька хвилин. Хотела позбутися прищев, отримала бугрі та запалення. Очень тяжело смотреть на это все и осознавать. За якими ознаками можна вирахувати косметолога Неока. Все должно лежать на столике перед вами. Драматичный эксперимент абзацу. После чистки лица от угрей их, наоборот, может стать в два раза больше. В абзац обратилась девушка, которая стала жертвой косметолога. Как не натрапить на шарлатана в салоне красы? Ризикованный эксперимент в абзаце. Угревая сыпь, фурункулез и экзема может поджидать каждого, кто решится на чистку лица. Вспоминаю свое прошлое лицо, которое всегда было красиво. И теперь очень тяжело смотреть на это все и осознавать, что эта проблема теперь существует. Чем опасна вроде бы безобидная косметическая процедура? Неправильное удаление самих закрытых комедонов приводит к тому, что уплотнение и воспаление распространяются по лицу. И как не напороться на шарлатана в халате? 25-летняя Сабина не может спокойно смотреть в зеркало. Уже два месяца она борется со страшными высыпаниями на коже. Никогда не было проблем с лицом, но заметила небольшое высыпание. И подружке сказали, сходи на чистку. Девушка записалась на процедуру через интернет, соблазнившись 30% скидкой. Процедура очень больно проходила, лицо очень болело, то есть все было воспалено красно-фиолетового цвета. А вы спрашивали у косметолога сразу после, так должно быть или нет, если все болит, все воспалено? Она сказала, это нормально. Когда воспаление не прошло и через два дня, Сабина позвонила в салон с претензиями. Мне сказали, что значит вы как-то неправильно ухаживали за лицом после процедуры. То есть девушку попросту отшили. Мне пришлось идти к дерматологу, конечно, дерматолог ужаснулся. Диагноз – острая угревая сыпь. Как могло такое произойти от обычной чистки? Ведь врачи утверждают, это безопасная и даже нужная процедура. Для того, чтобы обеспечить обновление кожи, обязательно нужно проходить процесс очищения. Вот только если соблюдать основные ее правила. Нельзя мануально просто надавливая удалять либо инфильтраты, пустолы, папулы. В любом случае нам нужно делать прокол, потому что если мы не прокалываем, не расширяем устья, мы не можем досконально вычистить фолликулу, и тогда воспаление уходит глубоко. Как это случилось с Сабиной. Помните, она жаловалась? Процедура очень больно проходила. Это был первый сигнал – что-то идет не так. Чистку могут делать и ультразвуковой лопаткой, и вручную с помощью специальной ложки уна. Но сильно болеть не должно, а выдавливать воспаленные прыщи вообще категорически запрещено. Любой профессиональный косметолог, если он увидит, что процент поражения лица в плане высыпаниями больше 30%, чистку делать категорически нельзя, потому что можно усугубить эту картину и вызвать воспаление еще больше. Как это, собственно, случилось у Сабины. Я решила лично проверить, как ведут себя косметологи на первой консультации, и что должно вас насторожить во время этой встречи. Ну, хоть руки помыла, прежде чем меня общупывать. Предварительно проконсультировавшись с косметологом, которому доверяю, знаю, что глубокая очистка мне сейчас, в принципе, не нужна. Интересно, что мне запоют в салоне? Первым делом иду в частный кабинет в подвале трехэтажного дома. Я никогда не принимала очистку. Не хочу понять, нужно мне или нет. Не успела я зайти, как меня моментально укладывают на кушетку, Эм, которая застелена совсем не одноразовой простынкой. Вы ж ничего не делаете, да? А то я, знаете, не разу не была дома. Да, сейчас как руганду. И тут она, давай трогать меня руками без перчаток. Разве это правильно? Должны сразу по своим внутренним ощущениям понять, насколько в этом кабинете чисто, соблюдаются здесь цилиндарно-гигиенические нормы. Обязательно смотрите на руки косметологов. Во время процедуры руки должны быть в перчатках, а на консультации при вас помыты и обработаны дезинфицирующим средством. Тут я этого не увидела. В принципе, почистите. Сейчас покажу. Куда это она? Держи. Как мило. Зеркальце. Но, полазив руками в сумочке, косметолог принимается ими же щупать мое лицо. Если вы не вычистите руками, то это называется сами руки. Вот это воспаляется. Не знала бы я, что у меня все в порядке, наверное, бы уже повелась. Без последствий особых. Ну, конечно, какие-то следы останутся в нем. Может, но максимум много. Или на дольше, как у Сабины. Если еще сделать крем массаж после чистки, очень здесь плохо. А процедурка и без массажика стоит, между прочим, 350 гривен. Момент, когда вас положат на кушетку, это уже второй момент. Вначале вы должны просто познакомиться. Вы должны понять, это ваш доктор, ваш косметолог или не ваш. Однозначно немой. Но есть еще третий момент. Вы обязательно должны уточнить, как будет проходить чистка. Можно комбинировать ручную и ультразвуковую. Для более глубоких воспалений не обойтись без прокалывания и ручного удаления. Но только чистыми руками и инструментами. Профессионально делать обработку инструмента вторичную при клиенте. То есть вы должны видеть, что это обрабатывается специальными составами. Все должно лежать на столике перед вами. Как-то этот подвальный салон меня не вдохновил. Иду дальше. Для сравнения в одну из клиник известной сети. Хочу понять, что это за процедура в кафе. Нужна она мне или нет? И вот оно. Ручки тщательно вымыты. И даже маску на лицо надела. Ну, тут дают еще нителю. Именно для конкретной чистки не удалось попросить. А вот шлифовка. Почистить немножко коры слизеньким от рельефом. Поработать. Стоп! Что значит шлифовка? Это аппарат. Там идет вакуум и напление, как наждачная бумага. Наждачка и лицо. Да, вот именно так это все и звучит. Но это абсолютно не можно. А, то есть это вообще не можно. Да. И эффективно в вашем системе. В каком таком моем состоянии? У меня же все в норме. А сколько стоит этого? 480. 480. Угу. А это, ну, нужно с поторегулярностью взять? Можно раз в полтора месяца делать. Единственное, что после этой процедуры сразу нельзя загорать. Ага. Кстати, очень важно узнать у врача последствия процедуры. Есть ли после нее какие-то запреты. Например, после любого рода чистки категорически запрещены занятия спортом из-за обильного потовыделения, которое воспалит ранки. Какой уход после чистки должна вот девушка себе дома организовать? Этот уход должен быть назначен косметологом. Также нужно, чтобы он вам прописал средства по уходу за лицом. Специальный гель, который способствует регенерации кожи, быстрому восстановлению ее после чистки. То есть надо понимать сразу алгоритм. Конечно, обязательно. Это как у врача. Но еще важнее понять, для чего вам нужна именно эта процедура. Мне, к сожалению, толком объяснить не смогли. То есть просто аппарат какой-то на лицо и потом маска какой-то? А, все, я уже поняла. То есть поняла, что после таких объяснений не могу доверить человеку свою красоту. Одна уже доверила. Кстати, Сабина на днях сходила в тот салон показать косметологу результаты его работы. Но у девушки нет чека за процедуру. То есть никаких доказательств, что именно здесь ей испортили лицо. Теперь как бы нужно придерживаться четких указаний дерматолога и будем смотреть, что все нам нравится. Клубника стремительно дешевеет. Сейчас килограмм стоит 60 гривен, а через неделю обещают, что уже будет по 15. Вот тогда и налетим. А ты знаешь, что бывает передозывание от полунички? Чем оно небезопасно? И какого у ягоди знали паразита? Сейчас узнаем. Прилавки просто ломятся от клубничного разнообразия. Супер вкусная домашняя. А откуда ваша? О, здесь закарпатская. Что продавцы добавляют в клубнику, чтобы выиграть в гонке за покупателя? Мне просто ребенка надо. А мне кто не скажет правду. Берите эту, вы мочите полчаса в воде и будете давать репорт. И как лаками сочной ягоды не оказаться на больничной койке? Реакции бывают, начинаются с зуда, крапивницы. Это волдырия, которые чешутся. Отекает лицо, веки, глаза щелочки, губы на пол лица. И отек горта не самый опасный. А вы все еще хотите клубнички? Не переживайте, я тоже, поэтому я начинаю мое клубничное расследование. Выясню, какую клубнику надо покупать и как ее узнать всего по трем признакам. Сладкая, вкусная. Тоже сладкая. Боже, а вот какая гигантская. А что она такая большая у вас? А сладкая. А это сорт специальный? Да. А как называется? Это карамелечка. Карамелечка? Да. Ой, это вы режете. Так она же, я боюсь, еще отравлюсь, нет? Вы пробовали? Сладкая, сладкая. Цены на клубнику сегодня гуляют от 20 до 40 гривен. Я специально проверю и ту, что подешевле, и ту, что подороже. На рынке мне даже справку предлагают о том, что ягодка без нитратов. Но это мы еще проверим. Клубнику не добычу? Не-не-не, вы что? А здесь справок никаких не дают, зато как убедительно хвалят свою, домашнюю. Девочки, зато у меня чистая клубника, хорошая, понимаете, натурально моя. Цюля правду говорит о своей клубнике продавщица со стихийного рынка. Мы с вами узнаем чуть позже. А пока я беру килограммчик и у нее. А сколько ваше? 38. Ого, та 38, и ваша 38. Ну а я повинна что, дешевше давать ее? Еще мне понравилась вот эта. Она просто гигантская. И очередь за ней выстроилась. Называешь? Да. Гигантела. Вам килограмм или больше? В супермаркете клубника дороже, в среднем гривен на 5. К тому же и пробовать ее нельзя. Она вся в полиэтилене. А это что за клубника? А то я на рынке выбирала, выбирала? Ну вот, соответственно, ценник Украины. И вот есть ярлычок. Херсонская область, видите, написано. Вместо Новокаховска. Новокаховска. Ну у вас же она больше проверяется, чем на рынке. Ну конечно. У нас проходит весь департамент качества, основной контроль весь. А ребенку тоже это можно дать? Да, конечно. В общем, я купила 5 разных клубник по разным ценам. А теперь начинается самое интересное. Здравствуйте. Добрый день. Так, я набрала на рынке клубники на нитраты. Можете проверить? Да, нитраты не надо. Нитраты – это соль азотной кислоты. Ее используют в качестве удобрения для более щедрого урожая. В малых дозах они не страшны. Но если они накапливаются в организме человека, может возникнуть рак и ряд других очень опасных заболеваний. Наследки, то действительно, может быть через руки, десятки руки. И таким чином производят до урожения печеньки, до урожения нервового системы. Помимо нитратов, есть еще одна опасность в клубнике – паразиты. Есть ли на поверхности вот какие-то глисты простые языки? Для тех исследований надо 10 экземпляров данной ягоды, поэтому достаточно будет. Мы пронумеровали все образцы. Для чистоты эксперимента я не говорила лаборанту, где какая клубника. А вы запоминайте – под номером 1 клубника из супермаркета – Новокаховская. Второй номер я покупала на рынке, выращенную в Одессе. Номер 3 – сорт Гигантелла – фермерская клубника. Ну, очень крупных размеров, со стихийного рынка. Четвертый номер – Закарпатская, с базара. И, наконец, пятая – Бабушкина, домашняя. Она вообще больше всего потекла, но вот, я думаю, что-то получится из них выжать. Мне пообещали, результаты анализов будут готовы через 4 часа. Так что у меня есть время встретиться с диетологом, аллергологом и настоящим клубничным экспертом в одном лице. Вот я только с базара набрала клубники любой, на любой вкус и цвет. Осталось только вот выбрать, какая из них не вредная и хотелось бы, чтобы была полезная. Поможете? Ну, по цвету похоже, а по позе посмотрим. Борис меня уверяет, если клубничка росла естественно, без всяких добавок, то это чуть ли не лекарство от всех болезней. От малокрови и атеросклероза так точно. Ягода обладает отличными противовирусными и противомикробными свойствами. Понижает уровень сахара диабетикам, выводит токсины из организма и даже чистит печень. Мы клубнику ездим для того, чтобы получить витамин С, витамины группы В, там сахара, то есть укрепить иммунную систему. А еще оказывается клубника афродизиак, причем повышает сексуальную активность и у мужчин и у женщин. А теперь внимание, как выбрать правильную клубнику всего по трем признакам. Вначале нюхайте, давайте ее понюхаем. Клубникой должно пахнуть так, мы подошли к ряду, должно пахнуть клубникой. Мы с Борисом перенюхали все пять образцов и он тут же забраковал вот этого фермерского гиганта. Она пахнет, пожалуй, меньше, чем все остальные. Эта клубника, мягко выражаясь, могла расти не сама. Много будет кислот, а кислоты напрягают обмен веществ, нарушают работу почек. Как бы странно это не прозвучало, ищите порченую ягоду. Смотрите, вот уже есть порченая, но она не течет. Клубника сухая, ей бы уже давно в варенье превратится, а она все еще не течет. Держит форму. Если ягода как бы пластмассовая и не сочная, это может быть признаком того, что она недоспела. Щелочные растворы проявляют красный цвет клубники. Точно так же подкрашивают арбузы. Внешне она как бы клубника, а на самом деле полезных веществ в ней будет очень мало. Так что, если вам говорят, клубничка приехала из-под Одессы, а она при этом роскошно выглядит, лучше такую не брать. Чтобы ягода не портилась при транспортировке, с ней явно что-то делали нехорошее. Если она натуральная, если ее ничем не кормили, она должна быть все-таки разного цвета. Одна и та же, но вот эта явно светлее, то есть она стала бы такой на следующий день. Не успела дозреть. И снова в проигрыше оказывается фермерская ягода, купленная на стихийном рынке. Смотрите, эти по красне, это аж бордовая такая. Ну, они все однородные. Так какая из моих клубник самая лучшая? На первое место мой эксперт поставил бабушкину. Она самая ароматная и уже через пару часов после покупки пустила сок. На втором месте, хоть я и удивлена, оказалась клубника из супермаркета. Это ягода достаточно живая, хотя он немножко сок пустил. Пожалуй, из этих вариантов она ближе всех к натуральному. Остальные три плюс-минус одинаковые и не особо полезные. И еще важно, клубникой категорически нельзя объедаться. Можно не больше 20-30 ягод в день, иначе… Женщины рискуют попасть на остеопороз. Тут достаточно много аспирина. А природный аспирин, он с одной стороны разжижает кровь, а с другой стороны блокирует работу почек. Мужчины начнут активно лысить. Активно теряется кальций. Благодаря клубнике я ее неправильно кушаю. Как ее надо кушать? Ее нужно кушать кисломолочные продукты. Я не хочу ни разжижения крови, ни терять кальций. Поэтому пора на сегодня с клубничкой притормозить. Тем более пришло время забрать анализы из лаборатории. И наконец-таки главная кульминация нашего клубничного расследования. Что же обнаружили лаборанты в нашей клубничке? Что-то обнаружили или нет? Да, СПТ проб мы нашли буквально в одной пробе. А вот здесь мне стало не до шуток. В перерывах вся съемочная группа беспечно ела реквизит. Да, ничего. Ничего? Это тоже ничего. А тут специалист поверг меня просто в шок. Что-то пошло не так? Да, на привыку, жаль, пошло не так. Мы нашли нематод. Какой ужас! Нематод – это такой вид гельминтов, похожий на червяка. Справка из Википедии. Паразиты локализуются в большинстве тканей и органов человека. Желудочно-кишечный тракт, мышцы, органы дыхания, печень, почки. Заражение человека происходит при заглатывании зрелых яиц или личинок нематод с частицами почвы, водой и продуктами питания. Зачем? Ну зачем я ела эту клубнику? Эту самую нематоду обнаружили, вы не поверите, в бабушкиной клубнике. И тут я вспомнила, как Борис рассказывал о недобросовестных хозяйках, которые берут для клубники удобрения. Из человеческого туалета. Она очень хорошо при этом растет, потому что там есть много биологически активных веществ. Аскориды есть, лямблии есть, анкилостома, да, это все глисты. Мне уже вообще стало не по себе. Но, к счастью для нашей съемочной группы, вид обнаруженной нематоды оказался не опасен для человека. Педии шнукового соку расчиняются и с ваговой небезпеки не представляют. А теперь, внимание, результаты анализов на нитраты. Из пяти проб трех идет превышение нитратов. В норме нитратов должно быть не больше 60 миллиграмм на кило. А у нас? Вот вторая проба идет 96,8. Вторая проба – это клубника, купленная на рынке, одесская. А ведь продавец мне даже справку показывал, что нитраты в норме, а их оказалось в два раза больше. Третья проба 115,8. Ого, это фермерская клубника-гигантелла с гигантскими нитратами. И четвертая проба 93,9. Эти ягоды из Закарпатья тоже с превышенными нитратами. А вот в клубнике из супермаркета Новокаховской и в Бабушкиной нитраты в норме. Если бы не коварная нематода в последней, то наше с Борисом тестирование по трем признакам полностью бы совпало с лабораторными заключениями. Так что, покупая клубнику, нюхайте, ищите порченые ягоды и сравнивайте цвет. Ну и для верности можете поинтересоваться, а не удобряли ли ее натурпродуктом. Я тут не бабушка, да? А чем еще поразили Украина и мир? Смотрим. Девять утра, Великобритания. На Трафальгарской площади митингующие устроили себе курорт. Сидят, попивают коктейли, обмахиваются деньгами. Люди требуют прекратить существование так называемого налогового рая, офшора. Десята ранку США. Инженеры стоять с секундомерами. Перед ними по колеях мчить прототип першого гиперзвукового потяга. Его разгоняют до 480 км за годину. У перспективе ж гонятиме с швидкостью 1200 км. На строительство первой линии с Лос-Анджелеса до Сан-Франциско витратят 16 млрд долларов. 13.00 Сумы. Полицейские готовятся к своему первому дежурству. Присягу новые патрульные сложили утром, а уже вечером приступят к работе. Порядом в городе будут охранять 250 новых полицейских. 14.00 Непал. Директор туристического департаменту розповідає, що після річної перерви Еверест знову відкрили для альпіністів. З минулого квітня підйом на Джамалонгму був закритим. Тоді під час землетрусу та сходження лавини на схилах Евересту загинули 65 альпіністів. Парня, которого вы сейчас увидите, бросила невеста. И сделала она это из-за, ну, из-за потных подмышек. Этот специфический аромат вы наверняка можете унюхать во всех маршрутках страны. Дійсно, а як же обрати такий дезодорант, щоб сморять з них, ну, і не було ніяких проблем. Та який засіб здатен знищити запах поту навіть у будівельників? Не можете избавиться от вонючих подмышек? Меня бросила невеста из-за неприятного запаха подмышка. Как выбрать дезодорант і не заработать себе вот это? Ну, я уже отсюда слегка слышу запашок-то і есть. Сегодня я расскажу, какой дезодорант лучше сразу отправить в мусорное ведро, а какой не только безопасный, но и эффективный. Вау, у нас здесь наилучший результат! Класс! Покажу, как приготовить качественный дезодорант у себя на кухне. Боже, боже, кошмар! Ну, неужели хоть какой-то дезодорант вообще, в принципе, может выдержать вот такое вот? Я приехала в гости к Виктору, успешному бизнесмену. Он просил не показывать его лицо, ведь несмотря на его успешность и статус, неприятный запах подмышек чуть не сломал ему жизнь. Получилось так, что одно время я начал активно пользоваться разными дезодорантами, так как была проблема с запахом. Ну, дошло до того, что я пользовался неоднократно за день. В то время Виктор не понимал, какой страшной трагедии приведет злоупотребление благоухающим благам цивилизации. У меня появились страшные фурункулы, постоянная изутая, постоянная нескончаемая боль. Парню пришлось обратиться к врачу. Он никак не мог справиться с проблемой самостоятельно. Врач пояснил, что в состав вот этих всех модных и немодных разных дезодорантов входят химически опасные вещества, которые послужили причиной вот этих вот ужасных раздражений и последствий своего здоровья. И, в принципе, от этого он не застрахован ни один из людей. В простонародье это заболевание называют сучьевымя, а врачи зовут его гидроденит. Если вовремя не приступить к лечению, этот фурункул превращается в гнойную рану. Но самое страшное… На тот момент у меня были отношения с девушкой, мы даже уже планировали свадьбу. Когда у меня появился этот запах, я не мог уже чем-то его убирать. Но наши отношения категорически сильно ухудшились. В итоге мы расстались. Ну, она меня бросила, на самом деле, из-за этого запаха. Я в ужасе, что обычный дезодорант может привести к таким страшным последствиям. Но, как утверждают специалисты, это еще не самый худший вариант. Чрезмерно использование дезодоранта может привести к различным заболеваниям. Как и кожным заболеваниям, как и сердечным заболеваниям, как и заболеваниям внутренних органов, заболеваниям центральной нервной системы. Так же, может привести к раку молочной железы. Запомните, если в составе дезодоранта есть триклозан, фарнизол и алюминий, то сразу же выброси их в урну. Именно эти вещества вызывают такие страшные заболевания. Я выбрала дезики без таких веществ. И проведу эксперимент, какие из них защищают от запаха и мокрых пятен лучше. А протестирую, конечно же, на мужчинах. Ведь они потеют куда больше нас, девочек. Я приехала на настоящую стройку, чтобы проверить, помогут ли строителям этих три дезодоранта избавиться от вонючих подмышек. Говорят, от неприятного запаха лучше всего защищать шариковый дезодорант. Его можно приобрести за 40 гривен. Также я купила модный кремовый, без химии, аж за 230. Ну и третий, самый натуральный, приготовила сама. Его ингредиенты обошлись мне в 120 гривен. Готовьте ручку, совсем скоро я поделюсь с вами этим чудо-рецептом. Здравствуйте. Извините, ой, извините, пожалуйста, можно вас на секунду? А мне эксперимент надо провести, можно вас привлечь к нему? Да, давайте попробуем. Давайте попробуем. Гоша лучше всего кладет кирпич, Юрий собирает опалубку, как детский конструктор, Кирилл быстрее всех добегает с 20 этажа на обед. У меня есть три дезодоранта, они абсолютно разные. Вот этот даже я приготовила своими руками. Вы нанесете их на подмышки, поработаете, я вечером приеду и посмотрим, у кого дезодорант справился с задачей лучше. Какие морозы будете проверять? Вот это хороший вопрос. Для этого у меня есть моя помощница. Вик, подойди, пожалуйста, сюда. Вика – профессиональная нюхальщица подмышек. За день нюхает сотни подмышек разных людей. А что входит в твои обязанности, то есть как это происходит? Ну, для начала нужно проверить, сухая ли кожа, чистая, а потом уже наносить. Ну, как сейчас утро, думаю, все мальчики после души, у них все чисто. Ну, будем надеяться. Вот тогда тебе, наши мужчины, приступай. Гоше достался жидкий дезик – Кириллу кремовый. Ну, а Юрий протестирует на себе шариковый. Какой дезодорант защитит от вони подмышек лучше? И кто атрофирует нос – нюхальщица Вики? Узнаем совсем скоро. Все отлично, кожа чистая, я вижу. Давайте нанесем наш гель. Ну вот, не опускайте, пусть высохнет. И не наносите дезодорант на ночь. Дайте потовым железам возобновить свою работу. Пока Вика наносит дезодоранты, я поделюсь с вами фирменным рецептом жидкого дезодоранта домашнего приготовления. Его нам порекомендовал Виктор. С жидким все просто, потому что он будет основан на маслах. И все. Берем два основных ингредиента – масло виноградных косточек и масло чайного дерева. Они обладают антибактериальными свойствами, а ведь именно бактерии и являются причиной отвратного дышка. И добавляем еще два любимых масла. На ваш вкус. К примеру, мне понравились грейпфрутовое и эвкалиптовое. Каждого масла наливаем по 30 капель и просто смешиваем. Так. Сейчас мы немножечко взболтаем, перемешаем. Ну все, дезодорант готов. Ммм, это какой-то такой невероятный запах какого-то персика. Ой, прикольно, здорово. Осталось дождаться вечера, чтобы узнать результат его действия. Ну а я тем временем отправляюсь в бойцовский клуб и протестирую, какой дезодорант лучше справится с мокрыми пятнами. Эти четыре дезодоранта протестируют на себе чемпион мира по кикбоксингу Артем и чемпион Украины по кикбоксингу Халил. Держи. Каждому бойцу достанется аж по два дезодоранта. Спрей, стик и новомодный дорогущий кристалл. И я приготовила сухой домашний дезодорант. Рецепт очень прост. Нам нужно две столовые ложки соды и две столовые ложки крахмала. Тщательно, хорошо это мы все сейчас перемешиваем до однородной массы. Самый важный ингредиент, один из самых важных, это масло чайного дерева. Его нам нужно пять капель. И свое масло на усмотрение. Ну, знаете, чтобы так пахнуть прям, как вам нравится. У меня это будет масло апельсина. Тоже пять капель, соответственно. Ммм, боже, это приятно. Вот ни один дезодорант так не пахнет. Так, и тоже сюда бахаем этих пять капель. Ну вот и все, сухой дезодорант готов. Теперь на подмышке его. Задача бойцов проста. Нанести дезодоранты и усиленно начать тренироваться. Уже через пару часов мы узнаем, какой дезодорант защитит нас от потных подмышек лучше всего. Ааа, это страшно. Ребят, ну что, вы уже начали потеть? Ну, пока губа очень сухая. А подмышки? Тоже сухие. Ну тогда для дезодорантов настоящее испытание. Ребята, на ринг. Все-все-все, я отсюда ухожу. Не убегайте, помогите мне просто один участок. Боже, я ждала этого момента всю свою жизнь. Это самое приятное, что только можно было здесь делать. Это не самое приятное, что можно делать. Вот так неожиданность. Даже самые суровые мужчины нуждаются в защите. Боже, мне не верят, что хоть один дезодорант может дойти до финала. Ученые подсчитали, в течение жизни человек выделяет 20 тысяч литров пота. Когда человек потеет, это нормальная здоровая форма тела человека. То есть потеть это хорошо получается? Теть это однозначно хорошо. То есть если человек потеет, это хорошо, это значит нормально все у него функционирует. Если человек много потеет, значит нарушения у него идут разных систем. Это энергетическая система, в первую очередь проблемы с пищеварением, могут быть гормонами. Все, пора останавливать этот эксперимент. Ребята, оу-оу-оу-оу, все-все-все-все-все-все, все-все-все, все-все, успокоились. О-оу, ребята очень сильно вспотели. Неужели мой эксперимент провалился? Ребят, у меня есть линейка, с помощью которой мы определим, какой дезодорант выдержал испытание. Мы готовы. А я думаю, дезодорант уже готов к этой работе. Именно этой линейкой я определю размер мокрого пятна на майке. Уверена, мне есть что померить. Вот под этой подмышкой у нас был спрей. Ну как бы ничего, ну как бы сухо, да, ну как бы да, ну да, вообще ничего. Ну я удивлена, причем я вижу, что ты весь потел мокрый. Ну а как же сработал тальк, который я приготовила? О-оу, а здесь я вижу, это пятнышко-то появилось. Ну да, 8 сантиметров это сделал наш домашний тальк. Боже, я с такой любовью его готовила. Да, я разочарована. Ну что, проверим результат у Халила? Ой, а тут я тоже вижу, вижу, вижу. Ой-ой-ой, пятна какое. Да, это был кристалл. 10 сантиметров кристалл не справился с задачей. Я в шоке. Самый дорогой дезодорант за 320 гривен. А он вообще не работает. Ну а какой же результат у Стика? Это я вам хочу сказать, пятнышко 4 сантиметра. Но у вас обычно подмышки более мокрые или... Более мокрые у нас подмышки обычно. А сколько примерно сантиметров? Извини, как они... Ну, ожидаемо. И победил спрей! Время проверить, какие дезодоранты лучше всего защищают от запаха. Кремовый, шариковый или приготовленный мной на кухне жидкий? Здесь у нас был шариковый дезодорант. Ну, я уже отсюда слегка слышу запашок-то и есть за целый день. Ну что ж, не справился со своей задачей. Я бы не рекомендовала этот дезодорант, когда присутствует тяжелый труд. Ой-ой-ой, шариковый совершенно не защитил от запаха. А как справился крем? Ну, крем справился на 50%. Я бы тоже не рекомендовала. Крем, наверное, больше для такой легкой физической нагрузки. Если где-то пройтись, пробежаться, но не целый день работать на стройке. Барабанная дробь. Третий дезодорант приготовлен мной по рецепту Виктора. Фух, с богом. Давай, Вика, иди. Хорошо? Так. Так, так, так. Вау! У нас здесь наилучший результат. Класс! Вы довольны? Я доволен. Он не вредит без химии, так как на производстве у нас добавляют химию, а здесь все натуральное. Ура! Мои усилия были не напрасны. Если вы хотите побороть неприятный запах, используйте домашний дезодорант на основе эфирных масел. Кстати, Виктору удалось излечиться от злосчастной болезни. Хирургическое вскрытие гнойника и курс антибиотиков избавили его от вонючих подмышек. И Виктор сразу же наладил личную жизнь.